В центре внимания сегодня выступление сотрудников концерна Алмаз-Антей, которые поставили натурный, то есть проводимый в реальных условиях, эксперимент, моделирующий катастрофу малазийского Боинга под Донецком. Результаты испытаний обнародовали перед журналистами и экспертами, подкрепив подробными техническими выкладками. Выводы российских специалистов по ряду принципиальных моментов не совпадают с теми, о которых заявляла Международная комиссия под эгидой Нидерландов. Но если голландские исследователи опираются на теорию, российские на практику. За оглашением итогов испытаний следит наш корреспондент Антон Верницкий. Он выходит на прямую связь со студией. Итак, Антон, каковы ключевые моменты сегодняшнего доклада? Добрый день, Алена. Вы знаете, на самом деле, действительно, концерн Алмаз-Антей, как и обещал, показал натурный эксперимент с подрывом реальной боевой ракеты и настоящим фрагментом самолета. Это был не Боинг, а Ил-86, списанный. Дело в том, что еще в июле этого года концерн, попавший под санкции, провел математические исследования того, как мог произойти подрыв малазийского Боинга. Уже тогда, в результате математических расчетов, стало ясно, что пуск Бука был осуществлен из района села Заречное, которое контролировали украинские войска. Сегодня, после показа натурных испытаний, стало ясно, что о пуске из села Снежное говорить не приходится. Это видно по траектории полета осколков и повреждений самолета. Самым первым моментом, на что мы обратили внимание, то, что в районе форточки командира экипажа значительная часть осколков, вот один из них выделен белыми стрелками, уже не преодолели внешнюю обшивку самолета, только обеспечили незначительное повреждение лакокрасочного покрытия, чуть-чуть сорвали металл и ушли по касательной сторону. Наблюдаются сквозные пробития, как внешние обшивки, выделенные красными овалами, и, соответственно, пробития шпангоутов. Причем плотность этих пробитий очень высока, что говорит о том, что поражающие элементы двигались достаточно плотной группой и двигались вдоль корпуса самолета. Как вы поняли, что разлет осколков был таким, что они не задели ни правое крыло, ни даже остекление кабины пилота. А тактико-технические характеристики ракеты, которые разрабатывали, которые как раз на этом предприятии, такие, что разлет осколков очень строгий. Но главная ракета эта перестала выпускаться еще в 1986 году, и в российской армии была снята с вооружения. Нами однозначно доказано, что зенитной управляемой ракетой, сбившей Боинг у неба над Украиной, могла быть исключительно ракета 9М38 комплекса «БУК», запущенная из района южнее населенного пункта Зарочинска. Последняя такая ракета такого типа была выпущена в Советском Союзе в 1986 году. Решением генерального конструктора ракеты окончательно безопасный срок данного типа ракет с учетом всех продлений был определен в 25 лет. У нас есть протоколы по этому поводу. После чего их использование было запрещено, и ракеты были сняты с вооружения российской армии. Много нюансов выявила детальная видеосъемка с нескольких ракурсов эксперимента. Собранные после этого сами осколки, фрагменты корпуса, как самолета, так и ракеты, показали, что характер повреждений был бы иным, если бы это была ракета, стояла на вооружении России и была выпущена из села Снежное, а не Зарочинская. И главное, отличие ракеты, о которой говорится в комиссии голландской, это отсутствие таких называемых элементов двутавров, бабочек, это поражающие элементы. Так вот, если бы эти элементы были в той ракете, о которой говорит голландская комиссия, то весь самолет был бы испещен дырами в виде таких характерных очень дыр. Два эксперимента провел концерн «Алмаз-Анте» 7 октября и 31 июля. После этого он передал свои исследования голландской комиссии. Вот примет ли она их на веру, это зависит от голландцев. Сами голландцы их комиссия отчет предоставить обещали сегодня, в течение сегодняшнего дня. Да, Антон, будем ждать от вас подробностей. Антон Верницкий об отчете концерна «Алмаз-Анте» об натурном эксперименте по собственному расследованию причин крушения малазийского Боинга.